И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как заставить Google Pay работать на телефонах, у которых разблокирован загрузчик и установлены рут-права. Демонстрировать я это буду все вам на телефоне Redmi Note 10 Pro. Давайте перейдем в настройки, покажу, что у меня установлено. В данный момент стоит версия Android 11, MIUI версия 12.5.6 глобальная. Итак, если у вас стоят рут-права, скорее всего у вас на телефоне стоит и Magisk. Нам понадобится Magisk 23 версии. Давайте запустим Magisk, перейдем сюда и сделаем проверку с AffityNet. Итак, проверка у нас не пройдена, то есть если проверку с AffityNet не проходит телефон, то и Google Pay на телефоне, конечно же, не работает. И сейчас я покажу вам, как сделать так, чтобы у нас с AffityNet тест был пройден и вместе с этим заработает и оплата NFC. Итак, приступим. Что нужно сделать для начала? В Magisk мы жмем сверху на шестеренку, переходим в настройки и здесь выбираем пункт Magisk Height. Переводим ползунок, возвращаемся обратно. Далее внизу жмем вот на этот вот щит, открываем его. Здесь переходим опять в пункт Magisk Height и здесь нам нужно будет спрятать два приложения. Сейчас я покажу, каких. Вы здесь ищите Google Pay, ставите напротив него галочку, вот таким вот образом. И также ищите пункт сервисы Google Pay и также напротив него ставите галочку. Далее возвращаемся в главное меню Magisk Height. Жмем вот сюда внизу на этот пазлик, переходим в модули. Здесь нам необходимо будет установить три модуля. Два из репозитория и один ссылочку на который вы найдете под видео. Итак, первое, жмем вот сюда на лупу на эту и здесь в поиске вводим Riru. И здесь мы ищем вот этот вот модуль Riru, просто который у нас называется. Жмем на него, далее жмем установка. Идет у нас установка, ожидаем, все отлично вышло. Установка прошла, здесь кнопочку перезагрузка пока не жмем. Теперь жмем обратно-назад, опять переходим в модули, переходим в поиск и здесь опять вводим слово Riru. Ввели и теперь нам понадобится вот этот вот второй модуль установить. Riru LS Posit. Жмем на него и теперь жмем кнопочку установка. Дождемся пока придет установка, все установка прошла успешно, опять кнопку перезагрузка не жмем. Возвращаемся обратно, опять переходим в модули. Теперь выбираем вот этот вот пункт установить из хранилища. И сейчас нам нужно будет установить модуль, на который я оставлю ссылочку под видео. Вы предварительно его скачиваете, потом жмете вот сюда на кнопку установить из хранилища. Ищите то место, куда у вас скачиваются файлы. В моем случае это папочка довлад по умолчанию. Здесь можете отсортировать по дате с новых изменениям. И здесь ищите вот такой вот модуль Sofit.net Fix версия 2.1.0, который вы скачали по ссылке под видео. И тыкаем на него. Идет установка и теперь, ребят, жмем перезагрузку. И после перезагрузки покажу, что нужно будет еще сделать. Итак, телефон у нас перезагрузился. Теперь нужно перейти в настройки. Выбрать здесь пункт приложения. Далее все приложения. И вводим здесь сервисы. И нам нужен пункт сервисы Google Play. Вы не обращайте, что у меня их две версии. У вас, скорее всего, будет только одна. Нам нужна вот эта первая. Открываем ее. Жмем на кнопочку очистить. Далее жмем очистить кэш. Жмем ОК. Далее жмем еще раз очистить. И жмем здесь удалить все данные. Затем жмем кнопочку ОК. И теперь заново, ребят, перезагружаем. Загружаем смартфон. Итак, телефон мы перезагрузили. Давайте теперь перейдем для начала в наш Magisk. Запустим его. И проведем проверку с OfficeNet. Проводим проверку с OfficeNet. Все, тест пройден без всяких проблем. И оплата у нас также будет работать. Давайте перейдем в Google Pay. Карту я добавлял ранее. То есть здесь ничего не менял. Просто можем перейти и посмотреть. Да, вот моя карта. Давайте нажмем на нее. И видите, поднесите устройство к терминалу. То есть все работает. Какие проблемы могут возникнуть? Пробовал делать это на нескольких телефонах. В моем случае у меня все прошло успешно. То есть просто включился. Как видели, все заработало. На одном из своих телефонов при запуске Google Pay здесь появлялась надпись, что требуется обновить. Google Pay немного подождите. И эта надпись висит постоянно. То есть Google Pay не обновляется. Если вы столкнетесь с такой же проблемой, вы просто жмете и удаляете Google Pay с телефона. И потом заново устанавливаете его из Play Market. И у вас все также заработает. Также, ребят, если у вас была раньше здесь введена карта в Google Pay. И после вот этих всех действий, возможно, вам понадобится ввести все данные карты заново. То есть у кого-то сохраняются все данные, у кого-то они пропадают. Имейте тоже это в виду. Напишите, помог ли вам данный способ, на каком телефоне и на какой версии Android и на какой прошивке. На этом все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok